С каждым годом вирус гриппа только крепчает. Многие желают сделать прививку, но из-за занятости не всегда успевают дойти до поликлиники. Но врачи нашли оптимальное решение. Мы приглашаем всех жителей для проведения прививок. Прививки будут проводиться во всех профилактических прививочных кабинетах. Также работают выездные бригады. Мы выезжаем на предприятия района, города. Будет проводиться ежедневным режимом прививки для посетителей в МФЦ. Одинцовский МФЦ – удобная площадка для того, чтобы успеть и оформить документы, и не забыть про свое здоровье. В этом сезоне на базе многофункционального центра акция проводится уже во второй раз. Перед прививкой квалифицированный врач-терапевт проводит осмотр пациента. И после заполнения документов ставит прививку. Посетители МФЦ нестандартный подход к вакцинации оценили. Мы очень благодарны за очень теплый прием, хороший, безболезненный, безвредный. Еще и консультацию дали. А надо ли это делать? Так вот я вам скажу, что я скажу, что это делать надо. И надо делать не только нам, старикам. Очень удобно, да. Потому что много дел, приходишь, и заодно можно позаботиться о своем здоровье. Удобно, мне нравится. Кофе, поюс. Очень не хватает таких мероприятий. Хотелось бы почаще. Приходят заявители, очень часто спрашивают, можно ли у нас получить такую услугу. Конечно, с женой решили совместно привиться, чтобы детей своих маленьких не заразить, самим оставаться здоровым на протяжении всего последнего периода. Врачи уверены, что наиболее эффективный способ преодолеть эпидемию без серьезных осложнений для организма – это своевременная иммунизация. Рекомендуют проводить вакцинацию против гриппа ежегодно. После вакцинации защита от гриппа формируется в течение двух недель, и иммунитет сохраняется в течение года. Поэтому желательно проводить прививку от гриппа в осенний период до наступления холодов. Но даже если вы не успели вовремя сделать прививку, можете пройти вакцинацию и в сезон гриппа. На сегодняшний день в Одинцовском районе привито более 88 тысяч жителей. Но возможность сделать прививку еще есть у каждого. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.